Ребята, я вас всех приветствую! Сегодня у нас на канале ремонта такого телефона, это QBOT X6. Принесли люди с проблемой, не включается. Сегодня будем диагностировать и ремонтировать его. Для начала диагностики нам потребуется попробовать телефон включить. Как видим реакции ноль. Дальше мы берем наше зарядное устройство, подключаем его к телефону. Как видим ничего не происходит. Потребление по нулям. Возможно батареечка в нуле. Сейчас мы нашу батареечку вытащим и проверим наш мультиметр. Берем наш приборчик. Напряжение уже выставлено. Подключаем. Итак, на батарейке присутствует напряжение 394. Это нормальное напряжение. Аппарат должен включаться, но к сожалению он не включается. Устанавливаем обратно нашу батареечку в телефон. Крышечку уже не закрываем. Сейчас попробуем подсоединить просто к компьютеру. Если услышим звук загрузки прелодера. Как видим он присутствует. То есть можно попробовать аппарат идентифицировать. Идентифицировать. Идентифицировать буду с помощью CS Tool. Поэтому программка у меня уже запущена. Пробуем нажимаем. Нажимаем RedInfo. И пробуем прочитать информацию с нашего телефона. Как видим идет попытка чтения нашего аппарата. Проц увиделся. 6592. И как видим наш аппарат выдал ошибку DRAM FILET. То есть не видит EMMSM. Хотя ID в Flash определяет. То есть не видит оперативку. Попробуем на всякий случай. Попробуем прошить. Прошивка у меня уже выставлена. С полным форматом. Нажимаем. Прошить. Сейчас теперь запустим нашу батареечку на всякий случай. И подключаем. Загрузчик у нас пролился. Но видим как дальше ничего не происходит. Все должна у нас пойти полоска форматирования. Но пока аппарат висит. Скорее всего сейчас у нас выпадет он в ошибку. Будем ждать. Как видим. Выдал у нас ошибку 1042. Не удалось ему отформатировать нашу Flash. И так. Делаем вывод. То что проблема здесь непосредственно с EMMSM. Возможно отвал. Возможно поврежденные дорожки. То есть микротрещины. То есть возможно аппарат падал. Восстанавливать. Если это поврежденная флешка. Будем с помощью Meduza Pro. Сейчас моя задача разобрать этот аппарат. Дальше уже будем смотреть по факту. Что там у нас на плате. Ожидаем. Ребят как видим. Телефончик наш разобранный. Экранчик я уже снял. Наша микросхемка вот. Наша задача. Спаять нашу микросхемку. Хочу сказать то что здесь компаунда нету. Это хорошо. В том плане то что снимать будет намного проще. Для того чтобы снять нашу микросхемку. Нам потребуется экранчик. Здесь есть разъем нижнего шлейфа. Надо будет его закрыть. Чтобы не спалить. Наносим немного по краям нашей микросхемы в плюс. Для того чтобы облегчить себе работу. В том плане. Чтобы шарики наши. Нашу микросхемку не пришлось. Заново зачищать. А просто спаять. Зачистить. И можно будет вставлять программатор. В нашу Медуза ПРО. Дайте прогреться все платья. Так как здесь рядом прос находится. Чтобы не было теплового удара. на пене стоит где-то приблизительно 300. 350 градусов. И так. Все готово. Наша микросхемка снялась. Так. Теперь. Дадим сейчас нашей платье время остыть. А также нашей микросхемке. Я ее зачищу от флюса. И будем пробовать вставлять программатор. И смотреть что у нас. за проблему. Итак. Ребят. Оттерли нашу флешечку. От флюса. Сейчас мы будем проверять ее. Колодочка у меня уже установлена. Разъемчик у нас под багази 162. Устанавливаем ключиком. Правильно. Не забываем. Софт у меня уже запущен. Сейчас пробуем. Делаем коннект нашей микросхемки. Как видим микросхемка наша прочлась. Сейчас будем разбираться в логе. Почему же она у нас не работает. Имя нашей микросхемки верное. Объем видится правильный. Защиты от записи. У нас не стоит защита от записи. Все отлично. Разделы установлены правильно. С первого раздела. Бутат включен. Все остальное выключено. Как для МТК процессоров. Даже видятся здесь у нас разделы. То есть по факту. Аппарат должен был включаться. Индифицироваться. В принципе флешка как видим. По крайней мере распознается то что живая. Сейчас мы попробуем нашу флешку форматнуть. Но перед тем. Сейчас мы сольем часть данных с нее. Чтобы потом попробовать записать. Таким способом мы сделаем диагностику флешки. Нажимаем read. Выбираем раздел тот который нам нужен. В принципе. Чтобы немножко. В принципе 128 мегабайт будет достаточно. И выбираем место куда мы захотим. Чтобы оно сохранилось. Как видим побежало на чтение. Сейчас зачитается наша флешка. Сделаем ее форматирование. Единственное что я забыл. Переключиться в 4 битный режим. Чтобы все это было побыстрее. Сейчас мы это сделаем. Когда будем писать. Чтобы было побыстрее. И так. Все готово. Сейчас мы сделаем дисконнект. Переключить 4 битный режим. Нажимаем connect. Делаем форматирование нашей флешки. Выбираем все разделы. И делаем форматирование. Все готово. Итак. Наша задача сейчас записать то что мы с вами прочли. Выбираем нашу флешечку. Выбираем наши разделы. И нажимаем запись. Хочу заметить. Скорость записи печальная. Хотя стоит в 4 битном режиме. Сейчас попробуем сделать по другому. Поднять напряжение на нашей микросхеме. И попробовать еще раз записать. Сейчас все отлично. В нашей микросхемке не хватало напряжения. Не забываем про это. То что надо поднять напряжение. До нужного. Хотя бы 2,8. Хорошо. Все отлично. Все записалось. Так что проблем с микросхемой с нашей нету. Нажимаем disconnect. Так. Далее. Наша задача сейчас записать сюда прошивку. Часть всю прошивку лить не будем. Нажимаем connect. Как видим наши разделы опять все видится. Делаем полное форматирование. Делаем полное форматирование. Будем считать что наша микросхема исправна. Теперь. Заходим в вкладку factory repair. Выбираем mtk у нас процессор. Открываем наш файл прошивки. Будем лить стоковую прошивку. Версию 4.2.2. Потом обновимся. Все шить не будем. Зашьем основное все с помощью нашего флештула. Поэтому в принципе по большому счету нам нужен так прелоудер. Ну. Все остальные размеры как видим разделов маленькие. Поэтому шьем все. Нажимаем right protection. Все готово. Все разделы записались. То есть в теории все готово. Потом можно нашу микросхемку ребулить. Зачищать плату и сажать ее на место. Достаем нашу микросхемку с колодочки. Переходим за наш паяльный столик. Сейчас моя задача зачистить плату. Так как я этого еще не делал. Наносим плюсом. Берем нашу оплетку. И снимаем все под основание. Как говорится под корешок. Сейчас я проверю с под микроскопом. Потом покажем вам. В принципе достаточно. Сейчас я потру плюс. Сейчас мы вам продемонстрируем микроскоп. что у нас получилось. Как видим. Все готово. Зачищено. Сняли здесь некоторые холостые пятачки. В принципе это ничего страшного. Они холостые. Все основные дорожки у нас оперативной памяти. Все целое. Поэтому сейчас будем наиболить нашу микросхему. Для этого нам потребуется трафарет. БГА 162. Сейчас моя задача снять все старые пятачки. Так как старые пятаки, которые сейчас на микросхеме, они разные по высоте. Так. 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 я снял наши пятачки. Все залуженные. В принципе можно будет сейчас реболить смело. Термоскотч. Приклеиваем нашу микросхемку. и выставляем в трафарет. вот так вот. Совмещаем наше отверстие шариками. Примерно должно получиться вот так вот. Сейчас будем наносить нашу пасту. и мы подняем наш челы. Теперь будем наносить нашу микросхемку. Так. 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 Готово. Дальше осталось у нас чистить личную. Берем ушную палочку и счищаем. Готово. Дальше придавливаем пинцетом и прогреваем нашу пасту. Даем какое-то время остыть и отклеиваем наш термоскотч. Пока наша микросхемка еще теплая, чтобы все снялось. Сейчас я проверю с микроскоп. Сели шарики на месте. Вижу, что все хорошо. Сейчас вам покажу. Прогреваем теперь феном, чтобы они все сели на свое место. Все отлично. Теперь добавляем плюса. Разогреваем немножко. Итак, наша микросхемка отриболена. Все готово для посадки ее на плату. Берем нашу плату. Сейчас я под микроскопом выставлю ее на место, как она должна быть. И будем паять ее на место и смотреть, что получилось. Так, наша микросхемка выставлена. Сейчас будем запаивать ее на место. Сейчас так, чтобы вам было виднее, так как свет бликует. перенесем ее сюда. Разогревайте микросхемку равномерно, чтобы села она нормально, иначе может быть какая-нибудь сторона сесть раньше. Естественно, шарики там от веса самой микросхемки замкнут. Придется перереболивать и пересажать нашу микросхемку заново. Поэтому интенсивно двигаем рукой, чтобы фен разогревал нашу микросхемку равномерно. Так, теперь покачали нашу микросхемку в разумных пределах. Итак, все готово. Сейчас надо дать наше платье остыть. Потом уже включимся и будем непосредственно смотреть, что у нас помоглось или не помоглось. Естественно, придется шить нашу плату перед тем, как мы сможем сделать идентификацию нашей ЦС со стулом. И увидеть, видится ли сейчас флеш, либо не видится. Итак, ребят, плата наша остыла. Сейчас мы будем пробовать нашу плату идентифицировать, шить. Для этого опять же запускаем наш ЦС-тул. Пробуем, нажимаем RedInfo и подсоединяем нашу плату. Возможно, потребуется питание, а возможно нет. Сейчас увидим. Как видим, пошла идентификация. Флешечка наша сейчас прекрасно увиделась. Как видим, все прекрасно определилась. Не видит, конечно, прошивку, разделы, что у нас здесь залито, так как там залита часть прошивки. Итак, ЦС-тул нам больше пока не нужен. Сейчас мы выберем наш флеш-тул. Прошивка здесь уже выбрана. Последний скатерд файл. Это Cubot X6, как видим. Выбираем у нас загрузку с форматированием. И нажимаем Download. Подсоединяем также к нашей плате. Как видим, все прекрасно идет. Идет попытка форматирования. Как видим, все от форматирования. Все наше форматирование завершилось. Пошла прошивка. Скорость хорошая. Относительно. Поэтому дожидаемся, когда у нас зальется вся прошивка. И будем подсоединять к нашему дисплею. И смотреть, будет ли нам счастье, либо нет. Последние проценты. Как видим, все удачно у нас прошилось. Это хорошо. Сейчас установим нашу плату обратно в модуль. Подсоединяем нашу антенну на место. А также нижний шлейф подсоединяем. Улаживаем нашу плату на место. Так. Для тестового режима, в принципе, достаточно. Сейчас подключим экранчик. И вернем нашу батареечку на место. Так. Контакты я выставил. Сейчас попробуем подсоединить нашу зарядку. И посмотреть, что будет происходить. К сожалению, плата соскакивает. Сейчас уложу ее хорошо. Итак. Смотрим. Я вижу то, что загорелась подсветка. Есть потребление. Но на экране ничего нет. То есть, не загорается у нас батарейка. Возможно, версия прошивки не подходит. Необходимо будет перешить аппарат версия 4.4.2. Но не суть важна. Как видим, прогресс налицо. Сейчас я дособираю аппарат. Перешью в другую версию. И посмотрим, что получится у нас. В принципе, я думаю, что аппарат заведется и будет работать. Итак. Ребят. Как видите. Прошил я наш телефончик версия 4.4.2. Android. Также восстановил на нашем аппарате уже с помощью CS Tool Line VRAM. Так что, хочу показать вам результат. Как видите. Аппарат наш включается. Все отлично работает. И мы на нем на месте. Все отлично. Аппарат готов к выдаче. На аппарате была банальная проблема с отвалом EMMC. Возможно, аппарат уронили. Либо еще что-либо. Ударили, к примеру. Так что, проблема была именно с этим. Ремонт может считать, что завершенным. Поэтому, наша задача сейчас погонять телефон. Проверить его окончательно, прежде чем выдавать клиенту. Пару дней мы с ним походим, потестируем. А там дальше будем выдавать клиенту. В принципе, все готово. Как видели вы, как мы ремонтировали вместе с вами этот аппарат пошагово. Поэтому, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok